Приветствую любители игры растения против зомби 2. В этом обзоре будет новое растение, как по мне достаточно интересное. Перевел ее название как сквозняциз, от словосочетания сквозняк по его способности и нарцисс, растение на котором он основан. Посмотрим его характеристики на разных уровнях, испытаем удобрения и попытаемся раскрыть все его способности. Итак, поехали. Глянем характеристики растения на первом уровне. Стоимость посадки 100 солнц, время перезарядки 5 секунд, прочность 300 единиц, урон 15 единиц, замедление летающих зомби на 50%. Область действия по всей дорожке. Шанс выбросить маленьких зомби с газона равен 50%. Более подробную информацию и таблицу уровней, как всегда, можете посмотреть на моем сайте, ссылка в описании. А теперь посмотрим, что нам это дает. Для начала рассмотрим не самую важную способность сквозняциз, а это нанесение урона. Первый на очереди обычный зомби, которому после обновления уменьшили здоровье с 200 единиц до 190. Растение стреляет как из пушки порывами ветра, который наносит по 15 единиц урона, и зомби хватает 13 выстрелов. Дальше, на очереди, идет зомби с конусом, имеющий 560 единиц здоровья. И тут скажу про замедление. При попадании порыва ветра в зомби на первом уровне растения оглушает его на 0,35 секунды. Сквозняциз производит выстрел сразу после того, как предыдущий порыв ветра достигает цели. Из этого следует, что чем ближе зомби, тем больше выстрелов за один промежуток времени будет сделано. Посчитав, выходит, что зомби будет достаточно 38 выстрелов. И растение на последнем издыхании справляется с врагом. На зомби с ведром даже не станут руль. И так понятно, что не потягивает. Посмотрим, как ряд растений будет работать против кучи зомби. Уже изначально ожидалось, что не справится, но для дальнейшего сравнения все же попробую. Сразу посмотрим, как работает удобрение. При применении сквозняциз быстро выдувает 5 порывов ветра с очень маленьким интервалом. Каждый порыв наносит 115 единиц урона и со стопроцентным шансом отбрасывает маленькие зомби с газона. В общей сложности наносится 575 единиц урона. И для уничтожения зомби с ведром, имеющего 1300 единиц здоровья, требуется 3 применения удобрения. Очень хорошо, что урон наносится в несколько выстрелов, так как при убийстве одного зомби оставшийся урон перейдет к следующему. А теперь перейдем к его основным способностям, а это борьба с летающими зомби. Выставим против него зомби на воздушном шаре. Во-первых, при посадке сквозняциза на этой дорожке все летающие зомби замедляются на 50%. Во-вторых, при попадании в любого летающего зомби порывом ветра, в 100% случаев выбрасывают его за пределы газона. Проверим так ли это на 40 зомби с реактивными разами. И они не успевают пролететь даже ни одной плитки в сторону дома. Залетающих зомби также считаются подброшенные в воздух растениями или другими зомби, а также висящие или раскачивающие на веревке. Например, для этих целей можно использовать георгию. Или взрывную лазурь. Также брошенный чертёр, находясь в полёте, считается летающим зомби. Или зомби-старатель. Есть большой список всевозможных способов подбрасывать зомби. Растениями, другими зомби и динозаврами. Весь список можете найти на моём сайте. Плохо, что не работает со сниновыми, бросаемыми оськинёжными зомби. Также сквознициск, как и клевер или капустопропейлер, может сдувать с одуванчика сразу много бомб. После чего ему понадобится время на восстановление. Максимум может сразу сдуть с двух одуванчиков при первоначальной посадке. После этого больше на них не влияет, даже если посадить на ту же дорожку новый. Вдобавок ко всему, сквознициск на первом уровне имеет 50% шанс отбросить маленького зомби с газона, при попадании в него порыва ветра. А маленькими зомби являются все чертятки. В том числе превращённых с помощью чёртовой друши. А также маленькими зомби становятся все уменьшенные с помощью фиалки. С этим знаниями попробуем снова провести бой с кучей зомби. Только на этот раз применим фиалки. Зомби шуф не может поймать поры ветра и отбросить их. При тестировании также заметил одну особенность, описание которой нигде не встречал. При нанесении урона зомби с пурицами, они не упускают своих питомцев. Та же ситуация и в зомби с ласками. Хотя, если нанести вот этим другим растением, то курица выбегает. Тут мы видим, что курица также является маленькими жизнью. И их также выкидывает в гаджу. Аналогично с ласками. Зомби-земляков поглощает урон своей лопатой. Но всё-таки на него накладывается эффект оглушивания. Рассмотрим характеристики растения на пятом уровне. Стоимость посадки 75 солнц. Время перезарядки 4 секунды. Прочность 550 единиц. Урон 60 единиц. Замедление летающих зомби на 75%. Область действия так и остаётся по всей линии. Шанс выбросить маленьких зомби с газона 80%. При повышении уровня тестировать на летающих зомби не вижу смысла. И так понятно, что всех сносит. И маленькие зомби также будут улетать с газона. Только с повышенным шансом. Сосредоточимся на наносимом уроне. Обычному зомби хватает 4 выстрелов, чтобы получить 240 единиц урона и отбросить бинды. При попадании порыва ветра время оглушения вырастает до 0,7 секунды. Напоминаю, на первом уровне зомби удалось дойти до растения и даже разочек уснуть. Но тут зомби с конусом получает 600 единиц урона за 10 выстрелов и не успевает пройти двух плиток. Зомби с ведром, имеющий 1300 единиц здоровья. Пройдя три бритки, получает 1320 единиц урона и умирает. На первом уровне растения я даже не стал пробовать на нем, так как растение еле справлялось зомби с конусом. Сразу же на нем испытаем удобрение и посмотрим на что оно способно. При удобрении выстреливает семью порывами ветра, по 180 единиц урона каждый. В общей сложности нанося 1260 единиц урона. И зомби не хватило 40 единиц для полного уничтожения. Завершает уровень обычным выстрелом. Посмотрим на битву с гигантом. 3600 единиц здоровья. Что если посчитать, надо произвести 60 выстрелов по 60 единиц урона. Плюс один на чертемках. Посмотрим на это в ускоренном режиме. И растению немного не хватило для того, чтобы справиться с гагачевым. Снова посмотрим, как будут справляться ряд растений против кучи зомби. И в этот раз кузнецизус достаточно легко справляется с ними. Теперь рассмотрим характеристики растения на 10 уровне. Стоимость посадки 50 солнц. Время перезарядки 3 секунды. Прочность 900 единиц. Урон 150 единиц. Замедление летающих зомби на 90%. Область действия так и остается по всей линии. Шанс отбросить маленьких зомби уже 100%. Заценим, что нам это дает. Зомби с ведром получает в лицо 9 порывов ветра по 150 единиц урона. И даже не может сойти с одной плитки. Гарбентюа хватает ровно 24 выстрела. Плюс один на чертемках. И он не смог продвинуться даже на одну плитку вперед. Время удобрения. На 10 уровне растение выпускает 10 порывов ветра по 225 единиц урона. В общей сложности наносящих 2250 единиц урона. И для убийства гарбентюа хватает применения двух удобрений. Ради забавы посмотрим, как ряд сквознециса справляется с кучей зомби. Понятно, что у зомби нет ни одного шанса. Но как хорошо это будет. Максимально возможный уровень сквознециса. Двухсотый уровень мастера. Это дает плюс 200% к урону. Выходит, за каждый уровень мастера наносимый урон увеличивается на 1%. Почему-то этому растению не дали возможность сажать сразу с удобрением. В отличии от других растений. Еще немного поизгаляемся на гаргентюа. И посчитаем, сколько выстрелов он выдержит. А на этом уровне растение наносит 450 единиц урона за 1 выстрел. И мини-босс сможет выдержать только 8 порывов. Что равняется 3600 единицам урона. Ровно столько, сколько у него здоровья. И проверим, работает ли увеличение урона на урон от применения удобрения. Калькулятор говорит, что должно нанестись 6750 единиц урона. А это намного больше, чем нужно бедному гаргентюа. Делаем выводы. Растение очень понравилось. Надеюсь, его дадут заработать за семена. И не станут делать платными. Отлично справляется с летающими зомби. На высоких уровнях отлично работает против обычных зомби. А на максимальных вообще супер пушка. Со стоимостью всего 50 солнц. На этом заканчиваю свой обзор. Ставьте лайк, подписывайтесь и ждите следующих видео.